В пяти населенных пунктах Иркутского и Усольского районов талыми водами подтопило 26 приусадебных участков. Для России в целом начало весны это период проблемный в плане паводков и подтоплений. К счастью, в городском округе Воскресенск пока ничто беды не предвещает. По прогнозам специалистов, в этом году вода не должна выйти из берегов больше ей положенного. Мониторинг ведется постоянно. Специалисты находятся на связи с Фаустовским гидроузлом, откуда поступает основная информация об уровне воды в Москве-реке. Подсчеты ведут по специальной Балтийской системе высот. В течение двух суток мы два раза с ними созваниваемся. Они нам доводят информацию по уровню воды в Москве-реке. На сегодняшний день, на 30 число, у нас уровень воды 102,6 метров по Балтийской системе. Значит, уровень воды даже не превышает судоходного. То есть летний период у нас судоходный 103. Вот, поэтому, как видите, Москва-река с берегов не выходит. Она даже ниже уровня судоходного не предвидится. Ну, если и будет, то она будет не очень большой. Вот, это где-то начнется у нас 15 апреля примерно. Видимо, все дело в том, что зимы до этого были малоснежными. Это скомпенсировало ситуацию. Единственное, что сейчас может оказать влияние на паводок, это сильные и очень продолжительные дожди. У нас связь. Я каждый день, мы два раза в сутки. Вот как только начнется немножко вода подниматься в Москве-реке, информация будет о уровне воды председателям сообщаться всегда. То есть по первому звонку председателя где-то пошло, мы будем выезжать со спасателями. Вопросы все, которые решает администрация, именно спасательный отдел ГОЧС, мы будем решать. В Воскресенске пять зон, подверженных подтоплению. Одна из самых известных – территория поймы от деревни Маришкино до деревни Исакова протяженностью 8 километров. При получении сигнала с гидропоста Фаустова о достижении уровня реки Москвы в 106 метров по Балтийской системе по дороге Маришкино-Виноградово будет ограничено движение в связи с угрозой ее подтопления. Такое не раз случалось и местным жителям о подобных мерах предосторожности хорошо известно. Вот кадры 2013 года. Здесь мы видим затопленную дорогу. Кадры красивые, но будем надеяться, что в этом году такого не случится. Татьяна Колганова, Дмитрий Волнов, Новости Искровект.